Тема сегодняшней лекции Формы существования и движения материи В прошлый раз мы с вами рассматривали Вопрос о том, какие есть философские системы Есть идеализм, есть материализм И формы идеализма, и формы материализма мы рассматривали Ну вот теперь мы взялись за материализм И первое, что мы будем сегодня рассматривать Это формы организации и движения материи Ну вот какая самая низшая форма движения материи Низшая в том плане, что все остальное является тем, что ее включает Самая низшая форма движения – это физическая форма движения материи Какие самые малые частицы вы знаете? Точка Точка не частица Это во-первых Во-вторых, определение точки вы не дадите Это та часть чего ничто А? Точка – это та часть чего ничто Я говорю определение точки вы не дадите Не знаете, что такое точка Знаете, почему вы не дадите определение точки? Это самое простое, самое малое Только потому, что оно самое простое Ну так самое простое, так может туда и проще всего дать определение, а вы не дадите. Поэтому с точкой дело плохо. Кто знает, что такое точка? Молчат. Так, прямая что такое? Совокупность точек. То есть если вот я три точки поставил, это прямая, да? Вы понимаете, что вы сказали? Совокупность точек? Какое? То есть и так до бесконечности. Это будет прямая? Когда? Вот смотрите, через 10 сантиметров будут ставить. И так до бесконечности. А? Ну, в масштабе это будет прямая. В каком масштабе? Ну, например, если я... Сколько? Между двумя точками сколько? Соседними точками сколько? Сколько? Сколько между любыми двумя соседними точками, сколько бы близкие они ни были, сколько точек? Бесконечное множество. Ну, так поэтому их что? Как где прямая-то? Никакой прямой нет. Это раз. Во-вторых, они вот так могут идти. А в чем прямая, а не спираль? Не видели спираль, нет? Спираль так раскручивается, все больше и больше. Плохое у вас определение прямой. Так, а плоскость кто-нибудь знает, что такое? Ну, у вас вот стол плоский. А плоскость что? А что, значит, что такое точка? Вы не знаете, что такое прямая? Вы не знаете, что такое плоскость? Вы не знаете. А кто-нибудь знает? Вот так нападают на бедных студентов люди. Значит, в математике есть сложные понятия, а есть понятия простые. А есть самые простые. И вот в основаниях математики лежат А-аксиомы, то есть такие положения, которые никто не доказывает, что, скажем, через одну точку можно провести только одну прямую параллельную данные. А есть другая аксиома. В основании геометрия Лобачевского через одну точку можно провести сколько угодно прямых, не пересекающих данные. И две тысячи лет пытались опровергнуть или доказать эти положения. Никто не мог это сделать. И в итоге Лобачевский первый, Николай Иванович Лобачевский, сказал, что это аксиома. То есть можно взять эту аксиому, можно взять другую. Никак это не доказывается. А точка, прямая и плоскость, неопределяемые понятия. Поэтому это я на вас напал. Вы вроде себя чувствовать стали, что вы такие-сякие, мы не знаем, там темные люди, элементарных вещей. Но как раз элементарные вещи, самые первые, они именно потому, что не могут быть ни через что определены. Почему? Ну если они самые первые, проще нет. Можно их через что-то еще определить? Нет. Поэтому это неопределяемые понятия. Вот и все. Точка. На вопрос там, что такое точка, какой ответ? Точка – это неопределяемые понятия. И все. А прямая – тоже неопределяемые понятия. А плоскость и плоскость – неопределяемые понятия. И аксиомы – это такие положения, которые не доказываются. В отличие от чего? От теоремы. А вот дальше уже, исходя из этих неопределяемых понятий и аксиом, пошло дальше. Но это мы с вами ушли немножко в сторону. Так сказать, в сторону устройства вообще науки, в том числе математики. Но мы не математикой занимаемся. Потому что математика формально, как бы она никакие не изучает объекты действительности. Она применяется потом, но формально, так сказать. Ну, как бы вот построили такую систему аксиом и начали из этого всего выводить с помощью неопределяемых сначала понятия, а потом уже определение ставить. А мы с вами изучаем действительную материю. А раз действительную материю, вот мы начинаем с таких простых. Какие вы самые маленькие, знаете, объекты? Атом. Меньше атома не знаете? Протон, электрон. Так, правильно, еще меньше электроны, а еще меньше? Ну вот теперь физика занимается более-менее. В квантовой теории занимается более-менее. Там какие есть понятия? Бозон, фермион, да? Так, не так? Не слышали? Ну, слышали? Вот, короче говоря, вот если речь идет о движении атомов, так? Вот когда речь идет о движении атомов, тогда это физическая форма движения материи, которая физика изучает вот все эти частицы и куда? И там до бесконечности. Есть там какое-то ограничение? Мельче уже не может быть или меньше. Не встретил и наука таких границ. То есть все дальше и дальше продвигается вглубь. Вглубь строения вещества. Чем отличается химия? Химическая форма движения материи? Химическая форма движения материи изучает уже движение молекул. Это строение молекул и движение этих молекул. Например, вы натрий знаете, что такое? Металл. Это что, металл или жидкость? Натрий. Металл. Какой? Его нужно резать ножиком и сможет сам воспламеняться. Хранят его обычно в керосине, чтобы он благоприятно сохранялся. Он мягкий, как масло. Если вы его бросите в воду, он начнет превратиться в шар. А может превратиться в огненный шар и взорваться. Какая реакция происходит, если натрий бросает в воду? Взрыв. Горение. Как называется это? Что получается? Какой продукт? Горение. А? Продукт горения. Нет, ну вот натрий соединяется с чем? С окислением. Окисление? Нет, не с окислением. Он соединяется и с кислородом, и с водородом воды. Получается натрий-О-Аш. Это что такое? Щелочь. Хотите щелочь получить? Бросили его в воду, этот натрий получили, щелочь. Так, а хлор, что такое? Газ. Газ. Да, хлор-2. Вот если хлор сюда запустите, останемся мы вживу? Смотря сколько? Ну, может, вы-то останетесь, протянете еще полчаса, а я сразу умру. Ну, хлор является ядовитым газом? Является. А если натрий соединяется с хлором, что получится? Соль. А это что такое? Соль. Соль. Дескать, вот вы берете этот хлор ядовитый, с натрием, который воспламеняется, если что, и превращается в присоединение с водой в щелочь, и в супы такие, да, эти подсолить. И огурцы солят, и грибы солят, и так далее. То есть при соединении различных атомов получаются молекулы совсем другими свойствами. Правда? Так вот, поскольку речь пошла о химии, это такая форма взаимодействия, организации материи, уровнем которой является молекулярный уровень, а молекулы состоят из атомов. И есть какие, значит, какие вы две химии изучали? Неорганическую. И органическую. Да, и органическую, там, особо сложные и близкие к тому, какие молекулы имеются у живых организмов. И хотя это органическая химия, так сказать, она непосредственно изучает не живые организмы, а, ну, как бы любые, и поэтому можно иметь такие органические такие материалы, которые по формуле близки к тем материалам, которые создаются живыми организмами. Правильно? Вот это органическая химия. Это же материя. Но другая форма ее организации. Одно дело свободные атомы или одно дело доатомный уровень, да, мельчайших частиц материи, которые тоже, так сказать, можно углубляться до бесконечности, и другое дело – это уровень молекулярной химии. Значит, есть физическая форма движения материи, есть химическая форма движения материи. Ну вот, а эти молекулы уже складываются в твердые тела. Какие это будут? Маленькие твердые тела, любые, да? Вот если у вас вот стоит эта бутылка, она из чего состоит? Из молекул. Правильно? Причем из молекул состоит и упаковка сама. Сейчас из таких упаковок имеется огромный остров, миллион квадратных километров, так сказать, между, так остров. То есть, человечество пока вместо того, чтобы собирать и делать из этой самой пластмассы какие-нибудь куртки, волокна и, соответственно, одежду и прочее, 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 чего только не делай. Оно их до-сюда бросает. Хотя, раньше это было в диковину. Вот я в свое время, когда был студентом первого курса, мы поехали в город Заполярный. Значит, там были работы по достройке Ждановского горнобогатительного комбината. Мы упрощивали фундамент. А для этого, значит, копали на пять метров, проходили через вечную мерзлоту и вот под стеной стойки наращивали. Ставили опалубку, арматуру и заливали бетоном так, чтобы вот так вот, вот так у нас, так сказать, опалубка шла, чтобы вот под самую стенку. А в конце мы пошли на берег Ледовитого океана. Там было километров семь всего. Лето было замечательное. Там за полярным кругом, как известно, солнце не заходит. Днем высоко стояло, вечером ночью пониже. Поэтому мы работали ночью, утловной ночью, поскольку солнце светило, но не так жарко было. Поэтому работали мы ночью, а днем спали. И вот мы пошли на берег. И так было интересно. Прошли через поля морожки бесконечные. Даже у нас вот это редкость в Ленинградской области. А там просто, вот если бы у вас, так сказать, был мешок, то через там полчаса вы огромный мешок могли бы набрать этой морожки. Там и грибы, и подосины, и подберезы, и так. Значит, камни, утесы, фьорды и так далее. И там различные моллюски. Морские ежи, которых ловят птицы, бросают их на камни, чтобы их съесть. Они разбиваются и так далее. И вот там мы увидели на берегу диковину этих. Много этих всяких бутылок, которые, видимо, выбрасывают с кораблей. И вот эта вот территория, куда мы шли, это была погранзона. Нас пропускали, поскольку мы здесь работали. А так туда вообще никто не ходит. И вот на этом пустынном побережье это самая пластмасса. А теперь вот только-только начали собирать. Хотя, ну и, допустим, поставили бы эти самые корзины для сбора, и в них бы не кидали. Вот где они стоят, они везде наполнены. То есть проблема-то в чем? Ну поставьте вы отдельную корзину для этого, отдельную для стальных изделий, для цветного металла, отдельную для бумаги. И будут люди бросать. Нет. Поэтому у нас вот такая проблема возникла всеобщая. И в чем проблема? Вот вы видите, что у нас вот в столовой могут вам дать пластмассовую посуду. Раньше ели металлической, это было гигиенично и, как вы понимаете, эстетично. А то какие-то мы пластмассовыми, что-то коряпываем этими штуками. А что это такое? Это вы, так сказать, очередной загрязнителем, получается, что мы с вами участвуем в этом деле. А можно бумажный сделать. Так, и же тарелки бумажные, да? Стаканчики бумажные. Сколько разлагается бумажный стаканчик? Месяц. И тарелка. Выбросили ее. А оно из чего сделано? Из бумаги. А бумага еще сделана? Из древесины. А древесина что? Это природная вещь. Сбросили его и все. То есть каким путем? Ну, вот даже и там и нехимический путь, правильно? Создание. Не сильный химический. Ну, варят. Варят это не химия. Это варят для того, чтобы она, соответственно, разбухла, чтобы можно было эту целлюлозу раскатывать и так далее в тонкий слой. Но она с целлюлозой как была, так и остается. Ничего с ней не делается. Из целлюлозы что-то другое делают, нет? Ну, это и форма, и изменение формы целлюлозы. То есть вроде то же самое, только это безвредно. И тут вдруг нам привозят где-нибудь на газоны новую землю, а из нее торчат полиэтиленовые мешки везде. Потому что полиэтилен сколько предлагается лет? 200, так что если вы хотите память потомкам оставить, вы на ней-то напишите и подпишитесь вот на этой бутылочке. И потомки через 200 лет найдут это где-нибудь в каком-нибудь, так сказать, месте, где они не ожидали. И будут очень довольны. А там надпись. Студентка, кафедра конфликтологии, да. Такая-то, да, сейчас староста удалена. Чего, да? То есть если раньше это было послать потомкам, это проблема была. Ну, правда, ее тоже решали. Берешь стеклянную бутылку, она ничего не загрязняет. Из чего сделано стекло? Песок. Песок, да. Песок разный. Если кварцевый песок, прозрачное стекло. А если какой-нибудь другой, там уже темные всякие стекла. Для того у меня товарищ и бывший наш первый проректор университета Виктор Гаврич Долгов был директором завода, нового завода Ленинградской области по производству стекла. Он меня хотел показывать, как делают бутылки. Огромная печь, в которой жидкое стекло. Оттуда берут каплю. И каплю в форму надувает. И такое красное стекло потом идет, остывает. И как только оно остынет, уже прозрачное стекло. Потом его раз и отправляют туда, куда надо. Загрязняет стекло, стекло. Так вот, для производства стекла в эту печь, по производству стекла надо бросить треть битого стекла. Ну или бутылок накидать стеклянную. То есть стекло, самое необходимое для того, битое, для того, чтобы воспроизводить. Поэтому не раскалывали его, не крошите, а сдавайте. И так раньше их давали. У нас в советское время было, сказать, пойдешь и за 12 копеек сдашь бутылку. Или 20 копеек молочную бутылку. И все. Набрал 10 бутылок, уже 2 рубля. И так далее. Поэтому, сказать, были люди, которые много собирали бутылки. Поэтому бутылки не бросали, не кидали. Как только прекратили сдавать? Ну что с ними делать? Сначала разбивали, сейчас просто бросают. И люди заменяют этой пластмассой. Чем отличается она от стекла? Стекле, особенно, там, переделались, переплавили песок. Химический сосав не сильно изменился. А это совсем другое, это уже какая материя? Органическая химия. Вы формулу знаете, этот продукт? Не знаете, я не знаю. Страшное дело. Так, значит, химическая форма, движение материи. А за химической формой, вот есть, сказать, это уже движение таких, движение тел. А тела – это некое скопление элементов. Причем элементы, мы уже видим молекул, а скопления могут быть разные. То, что мы называем небольшими телами, любое движение тела, тележки, книжки, тетрадки и так далее. Или это небесные тела. Луна. Земля. Солнце. Так? Ну, в Солнце, как вы понимаете, там весь набор элементов есть. Не только вот таких крупных, там, наверное, там молекул нет. Да? На Солнце есть молекулы? Да. Ну, какое, да. Какие молекулы удерживаются там при такой температуре, при таких температурах? А там атомы ниже. Нету там. Поэтому, несмотря на то, что ее, она воспринимается как отдельное тело, но она уже состоит в данном случае из атомов и ниже. таких, чтобы там удержались молекулы и не разложились, такого нет при такой температуре. Ну, а планеты, они состоят уже из молекул, да? И, соответственно, вот это есть движение этих тел, как оно называется? Небесной механикой, да? То есть изучают, как они. И эта небесная механика настолько хорошо разработана, потому что мы знаем, где и когда и какое тело появится небесное. Все это рассчитывается очень хорошо. И поэтому, скажем, наши изготовленные руками человека небольшие небесные тела летят на Марс и попадают в нужную точку и на Луну, и приземляются там, вот, скажем, для того, чтобы исследовать лунный грунт. Вот у нас станция прилетела автоматическая, пробурила лунный грунт, и лунный грунт привезла автоматическая станция для исследования обратно, и все. Так что, такой вот какой-то проблемы, которую раньше, а выйдем мы в космос, не выйдем мы в космос. Ну, дело наживное. За тем, чтобы работать в этом направлении, а сам принципиальный, вот вопрос уже решен. И если раньше Циолковский говорил, что вот, человек вечно не будет оставаться в этой колыбели, которая называется, ну, может, он потом убегать будет с этой колыбели, если тут все закидает этими бутылками, придется и куда-нибудь убегать и закидывать уже Маркс. Если к тому времени не додумывается это перестать кидать, придумывать, а утилизировать то, что было. Могу сказать то, что, может быть, вам неизвестно, а мне известно по силу разницы возраста, и в свое время у нас в Ленинграде собирали пищевые отходы. Причем пищевые отходы собирали грандиозно. То есть во всех, во-первых, чтобы вы себе представляли, как это можно было организовать, у нас в каждом доме был творник. В каждом доме. И в каждом доме была, на каждой лестнице служебная, в каждом доме одна служебная квартира для того, чтобы ее давали дворнику. Если дворник перестал работать, другому дадут, кто будет работать. Не так, как сейчас, что у вас есть гастарбайтеры, которые у черта на куличках где-нибудь в вагончиках живут, и приезжают тогда уже весь снег за тотали, и когда его уже не исчезли, что-то они как раз со своими скрипками. А так он выходил в 6 утра, встанет, раз-раз подмел, и вы выходите, и ничего не наступаете, ни на какой снег, не упадете, не сломаете ничего. Ломают обычно как раз около дома, там, где это капает. Капли, налет, налет и так далее. Так вот, дворники должны были, вот такие были баки большие, с крышкой, баки были через этаж, на каждой лестнице. Ну, я в это время был мальчишкой, у меня родители дали задание, все, как всякие пищевые отходы, какие? Ну, очистки картофельные есть, у вас кусочки, там, чего-нибудь, косточки, вы тоже кидаешь в этот бак. Каждый день приезжали машины и забирали отходы эти, каждый день. То есть, отходы, не надо было где-то морозить, они были свежими, и увозили их на свинофермы. В Ленинградскую область, нам мощные свинооткормочные комплексы. И дворники должны были этот сосуд с крышкой вымыть, и утром он стоял чистый, вымытый, опять же через этаж. Не на каждом этаже, а через этаж. И, соответственно, у нас ветчины было в Ленинграде, очень вкусной, завались. Причем, можно сказать, забесплатно. В том смысле, что из чего ее делали-то? Это корм был для свиней замечательный. А сейчас, а сейчас это самые вот, можно сказать, вот эти пищевые отходы, которые кидаются в общий мусор, это самая вредная составная часть. То есть, там химические реакции страшные происходят. Ну, придумали уже на этих помойках делать там дырки, собирать этот газ, и частично из этого делать электроэнергию, а другие додумали из-за того, что мы будем сжигать. А что значит? Мы будем сжигать, вы будете дышать. Я правильно понял? Что значит вы будете сжигать? Это что значит? Кислород будет... Мы же знаем, что такое сжигание, это превращение в соединение с кислородом. Кислорода меньше, это больше. А потом, говорит, а что у нас потепление такое? Так у вас в атмосферу все время выходит, и вот, так сказать, если раньше была прозрачная атмосфера, и лучи нагревали что? Асфальт, землю, цветы, траву, они теперь нагревают что? Атмосферу. А если на атмосферу нагреть, начинаются всякие движения в атмосфере. И как к нам сообщили теперь, вдруг ни с того, ни с сего к нам пришел теплый воздух из Надатлантики оттуда, и прямо на всю территорию России. И тогда все, те, кто раньше убирали снег, жируют сейчас, они, значит, зарплату получают. Ну, иногда, когда что-то, вдруг пойдут какие-то, тогда они выйдут прокатятся на своих машинах. А так, красота. Ну, может получиться, что их повольняют, а потом как в следующем году, как даст мороз. 20-30 галлов. А вон никто ничего нет, и снег пойдет. И ни пройти, ни проехать. Вот такая это история. Так что, но мы с вами не углубляемся в эти проблемы, потому что наша задача обозрить, так сказать, формы движения материи. Вот это, значит, мы какое рассматриваем? Движение тел. Всякие, быть, маленькие тела, большие тела, все они и тела из молекул. Причем тела бывают не живые, а пока мы на них останавливаемся, а есть еще и живые. А живые тоже из молекул, а не из атомов прямо так. Из молекул, правда? А что такое жизнь, кто-нибудь может сказать? Что, говорит, вы у нас спрашиваете? Откуда мы знаем, что такое жизнь? Мы живые? Вы живые? Или уже не живые? Как узнаете, если вы не знаете, что такое жизнь? Может, мы с вами уже не живые? Мы не на том свете сейчас с вами разговариваем. Как вот звонок прозвенел, и у нас философия, и мы раз, и на тот свет. Тем более, мы идеалистическую философию изучали, а вообще она у меня оказалась. А потом вернемся, после того, как он мне зазвенит, и мы раз, и обратно. Кто-нибудь скажет, что такое жизнь? Скажет, откуда мы знаем, что такое же жизнь? Это функционирование какое-то. А? Функционирование. Функционирование. И развитие. То есть, если я вот так вот, я тоже, как вы руками, я руками, то мы с вами живые, а вот эти вот не живые. Вот он ничего не функционирует. А, нет, он, ну, и ты тоже стал качаться. У него может быть желудки, я не знаю, какое-нибудь функционирование. А есть там вот, очень внимательно, и так вот, и бездвиженности. А, нет, он моргнул. Только я хотел сказать, что не живой там студент один. Нет, есть он живой. Так что, кто-нибудь что-нибудь моргает? А вы не видели, деревья качаются, да? Это значит, они живые. А проволока, если качается под ветром, а тоже живая, да? Не видели? Веревка висит, качается, ветер дует. У них не функционирование идет. А вот сюда, это самое, вот если привесить, сережки помотать, тоже будет качаться. Так дело не движения, дело функционирования. А что это функционирование? Это что такое-то? Это вы меня тут в тупик ставите. Вы знаете, что такое функция, нет? Я сомневаюсь, что вы знаете. Я-то вообще мотмех кончал, с отличием закончил. И вот Степан Степанович, мы вот оттуда двое. Я знаю, что такое функция. А вот вы знаете, что такое функция? Это какая-то в математическом смысле? Ну, хоть в каком-нибудь, скажите. Ну, в математическом смысле это какая-то зависимость, а если говорить про то, что я хочу сказать, то есть это исполнение какой-то цели. Никакой там зависимости нет, это просто отображение одного множества на другое. Никакой там зависимости нету В математическом смысле. Ну, давайте, не трогайте математическое, давайте свое. Исполнение какой-то цели. Исполнение какой-то цели. Ага. Вот если есть цель, значит, это жизнь. Вот бактерии, у них цель у вас есть, у вас есть, и заразить. Вот сейчас этот идет вирус. Вирус, он же живой? Коронавирусная инфекция. Живой. У него какая цель? Сначала кидать, сафонистеры, потому что их очень много. А потом на остальных. Да, вот одна убежала у нас с подозрением на коронавирус из Боткинской больницы. Ее обратно вернули через суд. В эту Боткинскую больницу. Сегодня написано в газете. То есть и вирус живой, она живая. И больница живая, и врачи живые. А вот ее не выпускают, потому что она должна карантин выждать. Если вот за это время она убедится в том, что она не заболела, то ее выпускают. А пока ее не выпускают в юридическом даже. В смысле, она помещена в карантин и не может отсюда из Боткинской больницы уйти. Она, вернее, ушла, но ее обратно уже вернули через суд. И какая цель у этих вирусов? У вас другая информация? Какая цель? Всех уничтожить всех этих людей. От них пророка нет. Да? Развитие. А? Развитие. Вирусу главное. Это развитие. То есть чем больше трупов, тем больше развития. Понял? Нет. Какая-то у вас очень здлавредная теория. Развитие. Круто. Так что, никто не знает, что такое жизнь, да? Ну вот, я думаю, чтобы понять, что такое жизнь, надо понимать вот это восхождение. Видите разные формы организации? Мы уже дошли до молекул и до тела. А вот есть такие тела, которые созданы такими молекулами, которые обладают свойством саморегулирования, которые самовоспроизводятся. Вот такие самовоспроизводящиеся молекулы тела называются белками. То есть белок, чем выделяется из всех других тел, составленных из молекул, что он сам себя воспроизводит. То есть он поглощает другие предметы какие-то, какие-то молекулы, атомы из окружающего мира и выбрасывает отходы своего воспроизводства в окружающий мир. Поэтому вот Энгельс говорил, что жизнь – это способ существования белковых тел. Вы чего больше любите, белки или желтки? Ну вот это не то деление, которое здесь имеется в виду. Когда говорят о белках, то имеется в виду, что желтки туда тоже попадают. Потому что это просто разные виды белков. Жизнь – способ существования белковых тел. А способ существования белковых тел состоит в том, что они поглощают какие-то вещества из природы, кислород и другие минеральные вещества, и воспроизводят себя. Вот вы можете поглощать кислород и воспроизводить себя? Можете? Можете. Кислород можете. А создавать кислород можете? Или вы можете только кислород переводить в углекислый газ? Молодой человек, вы можете кислород наоборот? То есть углекислый газ поглощать, а кислород выделять? А кто может? Растения могут. Вот растения могут. То есть растения круче нас, да? Нет, у них просто другая организация. Что значит просто? Вот вы это не можете, они это могут. Вот сосны, леса, они что делают? Они поглощают вот эту всю гадость, которую производят у нас в городах. Да? И которые летят в эти леса. Они поглощают эту всю гадость и выделяют кислород. Причем из чего они делают это самое, так сказать, свое, так сказать, органическое тело? Из чего они делают? Из минеральных веществ, которые они получают, вытягивая с помощью корней из земли, да? И получают под воздействием света, который они используют для осуществления химических реакций. У них никаких особенных лабораторий нет. Они рассматривают мир как лабораторию. И вот они с помощью этого солнечного света. Воды, которые они тянут. И минеральных веществ, потому что там не такая вода, которая не содержит минеральных веществ. Никто ее не очищал от них. А вода с минеральными веществами. Вот они ее вытягивают. Поэтому говорят, вот тут много элементов цинка, вот в этих растениях есть бор, в этих растениях есть то, есть все и так далее. То есть разные растения накапливают разные минеральные вещества, что им нравится. Вот вы можете так накапливать, что вам нравится? Если вы будете просто пить, пить и сидеть на солнышке. Недолго вы просидите. А растения вот растут и растут. Причем их никто не сажает. Вон у березы у него сделаны эти шишечки березовые. Такие, что там тьма этих разлетающихся семян. Они разлетаются везде. И везде, если вы ничего не делаете, забросили какую-нибудь стройку, у нас заброшенные заводы есть там. Хотите, пойдите, посмотрите на завод Светлана. Там за забором уже березы стоят. Они скоро будут в березовом лесу. Все будет хорошо. Все будет в лесу. Там, где все заброшено, там будет лес. И можно ходить. И грибы вырастут через некоторое время. А грибы это животные или растения? Не то, не то. Не то, не то. Вообще неизвестно что. Меходемия творства. А? Как называется? Определение гриба кто-нибудь даст? У нас научные занятия. Мы же должны знать определение. Согласитесь. Живой организм. Живой организм. То есть вы гриб. Потому что вы живой организм. У меня тут есть гриб прямо передо мной. Ну я правильно применил? Я говорю для начала. Да, да. Ну для начала я говорю, что она гриб. А пока еще на этом не остановился. А дальше будет какой гриб? Такой гриб в синей кофточке там и прочее. Это имеется ввиду. Только вы спасайтесь и сами-то защищайтесь. Так я соображаю. Ну как вы соображаете. Никто не знает, что вы грибы. Никто не собирал, не знает. Или собирал, но не знал, что он собирает. А чего вы собирали? А что это такое? Ну это нормально вообще? Вот если человек, тем более в положении студента. Он когда... Ну раньше он, когда был маленьким, ему говорили папа, мама. Он повторял очень хорошо. Если вы раньше повторяли, хорошо. Это достаточно было. Вы отличный ребенок. Но если этот ребенок уже студент, то он должен не повторять. А что? Он знать должен, что он говорит. А то он может вы говорите одно, а думает про вас совсем другое. Вы гриб или не гриб? А как узнали? Как вы узнали? Как вам от этого, из этой коборты выйти? А может вы гриб? Вот соседка не гриб, а вы гриб. Или вы, допустим, этот подберезовик, она подосиновик. Смотрите, у него как шляпка вот эта такого света, кофточка. У подосиновика. Другое строение. А? Другое строение. Другое строение. Другое – это не определение. Мы все другие. У вас другое строение, чем у меня. Я не гриб, а значит вы гриб. У вас другое. Я первый сказал. Если бы вы сказали, что я человек, а у вас другое строение, то я бы подпал под ваше определение. А вы не успели. Тут уже кто первый. Ну, в дискуссиях же так бывает, да? В полемике. Кто, кто первый сказал, тот и выиграл. А вы задержались. Так вот, ну, надо нападать. Да я, собственно, и сам думаю, что я гриб. Подозреваю. Но никто мне вот не разъяснил, что я не гриб. И я чувствую, что и вы не можете мне сказать. Сегодня выйдете искать. У нас как гриб преподавал. Можно я скажу? Гриб – это бесклорофиловые растения. Это, во-первых, растения. Они растут? Они относятся к растениям, не к животным. Но это бесклорофиловые растения. Они не могут из солнца, с помощью солнца, минеральные вещества, использовать и синтезировать белки. Грибы синтезировать белки не могут изначально, из минеральных веществ. А елки, березы, сосны, осины могут синтезировать. Они в этом смысле круче, чем грибы. А в каком-то смысле грибы еще круче. Они из остатков этих самых листьев, березовых, осиновых и так далее, и веточек. Вот они из этих растительных остатков. Перерабатывают эти растительные остатки. То есть перерабатывают уже белки, созданные растениями, более высокого уровня белки. То есть белки грибов близки по строению, к мясу. Но не мясо животных. То есть это все-таки растения. То есть они находятся между растениями и животными, но относятся к растениям. Это бесклорофиловые растения, простое. Видели зеленые грибы, когда есть зеленуха? Но там это не хлорофилл. Не хлорофилл. Нет там хлорофилловых зерен. А хлорофилловые зерна, именно вот эти зерна, как раз у них и происходит выработка белков. Это вы знаете из школьного курса. Это я и не преподаю. Теперь мы узнали, что такое грибы. Вот теперь вы знаете, что вы не гриб. Или гриб. Теперь вы знаете, что вы не гриб. Ну вот, это же приятно узнать. И подозрения такие, что кто-то из вас под березок или под осиновик, отпали. Это приятно и интересно. Вот таким образом мы разобрались. Значит, есть у нас растения, которые обладают такими свойствами, которые никакие животные не обладают. Чтобы прямо, то есть такие великие свойства, да? Чтобы синтезировать из просто минеральных веществ воды с помощью Солнца, синтезировать органические вещества, живые и другие. То есть они строят свои молекулы, как живые молекулы, да? Которые представляют собой белки. Они создают белки. А мы с вами можем только рыбку съесть и из белков рыбных сделать белок свой. С одной стороны, вы когда берете эту рыбу, а у него там есть и хребет, и хвост, и глаза. И вообще она плавала. В ус не дуло. И вот сейчас можно пойти, например, на площади Мужества, есть хороший рыбный магазин, там все время живые карпы продаются. Продаются живые, то есть продаются как сейчас их тут же с очком, тут же их убьют, и вам почистят, разрежут. Приходите, кидайте на сковородку. Вам не жалко эту рыбку? Какие оправдания, так сказать, этих всех действий? Только в одном. Что вы что-то великое сделаете, построите более высоко стоящие белки, и они не будут, ваша деятельность не будет сводиться в том, что вы будете просто толстеть. А вы что-то такое совершите? Такое, что оправдает то, что вы, так сказать, наверху этой лестницы стоите и поедаете всех нежесидящих и нежестоящих. Да? Курицу съели, сосиску любите. А как сосиска делается? Сейчас хорошие делаются сосиски без убиения животных, потому что неизвестно, из чего они делаются. И поэтому, возможно, их делают люди, защитники животных. А так вообще идет баран, идет козел впереди, а дальше идут овцы. И раз, потом козел в сторону, а эти прямо на мясорубку, и так из них делают фарш. Переделывают механизированным способом. Мы в этом вроде как не участвуем, есть другие люди. Как вы видите, заходите и купите вам курочку. Так эту курочку-то убили же электротоком. Это такое малоприятное занятие. Ну, очистили ее причем. Кто-то ведь ее очистил. Или она такая голенькая ходила. Нет. То еще ободрали все. Ну, из этих самых перьев-то сделают подушки. Не беспокойтесь. Все будет хорошо. И будет сладко спать. Ну, а говядину, чтобы была говядина, так надо, чтобы коровы были. Как вы понимаете. Или говядину из чего? Ну, и сейчас, если вы пойдете почитаете, из чего состоит колбаса. Сосиски – это жизнерадостное чтение. Там совсем мало этих, которых убили несчастных коров или там свиней. Там все хорошо. Там и нитрит, и нитрат, и крахмал, и поташ. Ну, вот. Там растительные белки. Как-то все. Даже продают под видом таких религий освещенные, халяльные, какие-нибудь колбаски, говяжьи. А из чего состоит? Говядина и курица. Курицу уже записали в говядину. Ну, вот мы с вами уже добрались до чего? До органической формы движения. До животных. Человек – это животное или растение? Животное. То есть вы признались, что вы животное. Но если бы вы были растением, вы бы не признались, но по другой причине. Только потому, что растение не разговаривает. Поэтому, если вы ответили, что бы вы ответили, не важно. Даже если бы вы сказали, что вы растение, все равно из-за этого следовало бы, что вы животное, потому что вы ответили. А я животное или растение? Что? Животное. Это оскорбление, что ли? Если я скажу, что вы животное, я вас оскорбил или нет? Нет. Для меня это тоже не оскорбительно, потому что другой вариант только один. Если не признать, что я животное, значит, тогда я... Ну, два варианта. Я растение или, возможно, гриб. То есть тут вариантов очень мало. Так что если есть какие-нибудь тут растения, то, значит, просьба как-нибудь об этом поднять руку и сообщить. Ну, какое животное называется человеком? Вот тут проблема. Вот тут я хочу вас поспрашивать. Интересно, что думают студенты-конфликтологи по поводу того, кто это такие люди? Кто такие люди? То есть уже вопрос такой, уже близкий к ответу. Какие животные называются людьми? Правильно? Это человек – это животное, это понятно. Но если я просто скажу, что человек – это животное, так чего, это кошка? Вы не кошка случайно? Нет. Вы не Боров случайно? Нет. Ну, значит, лучше дать определение человека как-то, чтобы там вот не ходить, меня не спрашивать, кто баран там, кто козел. Может, я козел. Чтобы не говорили, что вас как-то называют нехорошо. Кто у вас преподает? Да какой-то козел. То есть, как вот узнать, что такое человек? Кто-нибудь знает, нет? Или мы будем пребывать в таком положении, что не поймешь, то ли попадем в неловкое положение, кого-то оскорбим, кто-то будет требовать сатисфакции и так далее. Кто такой? Вы знаете, кто такой человек, нет? Да. О, приятно, как видеть. Человек знает, кто такой человек. Кто такой человек? Человек – это биосоциальное существо. Какое? Биосоциальное. А что это такое биосоциальное? Биосоциальное. Подавлять свои инстинкты первобытные в то время, как животные живут в своей инстинкте. Человек может их подавлять, действовать, ну, как хочет. Так, это то, что вы рассказали, интересно. Вы согласны, что это не похоже на определение? Да. Потому что определение – это не рассказ, а такое что-то короткое, такое… Биосоциальное. Биосоциальное. Слабо. Можно я возьму ваше определение и начну его расковыривать? Биосоциальное существо. Раз оно био, то био – это же что такое? Это же форма материи неживой. А био состоит из молекул, да? Значит, можно сказать химико-биосоциальное существо. Ну, био-то оно же, это же из белков, из белков био. Значит, а белки – это нечто сложное из элементов, так что это химико-био. А вот вы можете, вот я заметил, что вы там что-то делаете, рукой машете. Это что такое? Это механическая форма движения. Можно сказать механику, био, химио, механика, химика, биосоциальное существо. Да? Так. А чего атомов нету? У вас там нету. В ваших молекулах атомы есть? Есть физику, химику, биосоциальное существо. Вот я как-то был со своим коллегой, профессором Катеновым, на конференции Петровской академии науко-искусств на Крестовском острове. Пришли мы в то здание, где эта конференция. И там продают матрешку. Путин. Матрешку, знаете, как устроено? Открываешь этого Путина. Там кто? Ельцин. Открываешь Ельцина, там Горбачев. Открываешь Горбачева, там Хрущев. Открываешь Хрущева, там Сталин. Открываешь Сталин такой маленький-маленький Ленин. Он уже не открывается. И всё, закрывается снова. То есть вот такая матрешка. Человек – это матрешка, да? А если это матрешка, если я сказал, что это социальное существо, разве не сказал я тем самым, что там есть и физика, и химика, и прочее, прочее, прочее? Как вы все понимаете более высокую форму материи? Вы не понимаете, что она включает в себя все предшествующие формы движения и организации материи? Понимаете? Зачем вам это биосоциальное? Зачем вам биосоциальное? Социальное, оно разве не био? Вот вы, если вы человек, то вы из животное? Или нет? Или вы человек прямо из металла сделан? Из металла? Или мы, так сказать, как часть животного мира, да? Поэтому добавлять вот это биосоциальное – это делают люди малограмотные в области не только философии и логики. Потому что если они не понимают, что всякая более высокая форма включает в себя все предшествующие формы организации материи. Поэтому с таким же успехом, как биосоциальный, сказать, вот вы физико, химико, био – социальный субъект. Красиво, но ни к чему это не нужно. Социальный это означает. Если я сказал человек, разве я этим не сказал? Поэтому все равно вы на вопрос-то и не ответили. А что такое социальная форма? Социальное существо. Вот возьмем социальное. Я вас довел до того, что хватит одного – социальное существо. А что это значит социальное существо? Вы что-то на эту тему уже говорили в своем выступлении. Но это было не в виде определения, а как-то там много. То есть надо так определить человека, чтобы можно было выделить его из других животных. Зачем мы его придумывать, что все животные, а не био? И человек, раз он животное, чего же доказывать, что он био? Это не нужно совершенно, абсолютно. Значит, какое животное называется человеком? Вот вопрос, на который вы должны ответить. Кто ответить может? Личие сознания. Обладающие сознанием. И все. И само сознанием. Еще и само сознанием. Хорошо. Это правильно, то, что вы сказали. В чем разница? Правильно или истинно? Правильно – это значит, это да, правильно. Можно подтвердить и проверить. Правильно вы сказали. Это достаточно для определения человека? Недостаточно. Значит, я вот вам приведу определение, которое дал Энгельс. Он тоже был умный человек. Вот как вы. Такой же точно. Такой же. Он так сказал, человек, есть животное. А, общественное. Это вот то, что вы хотели. Это вы сказали. Это ваш вклад. Социальное. Социальное, общественное – это одно и то же. Общественное. А еще какие животные общественные? Знаете, муравьи же, общественные животные. Пчелы. Общественное животное. Общественное. Там без этой организации, без всего жизни этого. Улья там, дело не пойдет. Так. Общественное. Трудящиеся. Это важно? Важно? Вот вам это не важно. Вам важно, чтобы человек имел сознание. Вы как эксплуататор тут выступаете. Все на вас будут работать, а вы, говорит, я человек. Это звучит гордо. Несите мне сюда яство. Все для меня делайте. И я вот буду настоящим человеком. А этих трудящихся, которые, вот он будет трудиться, это черни. А вы будете княгиней там, или царицей, владычицей морской, или еще кем-нибудь. Это неплохо так. Сказки такие читали. Это хорошо. Старуха вот хотела быть не просто какой-нибудь столбовой дворянкой, а и царицей, а потом и владычицей морской. Но она и обладала сознанием. Она, конечно, человек. Так, значит, трудящийся, животное, общественное, трудящийся. Раз трудящийся труд, может быть без речи. Не может быть без знаков, с помощью которых люди организуют свой труд. Говорящие и разумные. Поскольку разумным может стать человек только, когда он начинает трудиться, когда он общественный, и когда он и говорящий. Потому что ваш разум опирается на то, во что проник язык. Вы можете что-нибудь сказать не в форме языка? Вы можете покачать головой так или так, и все. Но вот это все равно даже, вот это будет говорить да, а вот это будет нет. А вроде по-польски наоборот. Да, это будет да, а вот это будет нет. А как же язык жестов? А? А как же язык жестов? Что как же? Язык жестов есть. Язык жестов, это тоже, это сводится к тому языку, который есть у людей. Он просто форма. Ему соответствуют слова. Никакого особенного языка нету жестов. Жест, язык жестов, он не образует развитого языка. Наоборот, он это сохраняет форму первобытного языка. Покачать головой. Так, помахай. Много вы наговорите. Расскажите мне содержание книги языком жестов. Так? Есть язык жестов, настоящий язык жестов. Ой, это язык глухонемых. Он разработан, он совершенно, он воспроизводит полностью язык. Русский или английский, или немецкий, какой надо. То есть никакого особого языка он не образует. Потому что будете показывать буквы, рисовать их на бумажке, или будете вы их показывать какими-то знаками, руками, это безразлично. А вы не видели? У нас был студент, учился на матмехе. Слепой. У слепых же тоже есть язык. Там есть отверстия такие, причем такие отверстия с негладкими краями, чтобы они могли ощупывать. Понимаете? У них есть и прибор такой. Они записывают лекцию. Вот он нажимает. Есть полное соответствие между этими знаками, которые он ощущает пальцами, и словами. Так что никакого особенного языка жестов нет. Это язык жестов, это так сказать. Когда мы говорим о языке жестов, на самом деле языка там нет. Как полного языка. Только обозначение отдельных каких-то или чувств, или выражений и так далее. Вот теперь вы можете повторить, что такое человек? Это я не хуже сказал, чем вы сказали? Это не я придумал. Я сослался. Можете сказать? Человек это животное, общественное, обладающее сознание, трудящееся. Вы тоже царица, да? Да. Я и чувствую, что вы царица. Трудящееся никак не выговорить. Вы не последняя, не первая. Еще есть царица у нас вторая. Сразу общественное, трудящееся. Труд создал человека, труд, говорит Эмбель. Труд без труда. Человек бы не стал тем, как он есть. Хотя потом оказалось, что можно сделать так, что одни-то трудятся, а другие пользуются результатами их труда. Правильно? Вы сейчас трудитесь или учитесь? Учитесь. Учитесь. А я тружусь или нет? Нет, правильно. Потому что труд – это что такое? Это преобразование материальных благ. А я, так сказать, чем занимаюсь? Это я пытаюсь воздействовать на ваш мозг. А это совсем другое дело. А свободное время общества – это время, освобожденное от производительного труда, от производства материальных благ. Я сейчас создаю материальные благ? Нет. Никаких материальных. Вот мы с вами сидим и развиваем свои головы. Своей головы. Правильно? Поэтому вот я нахожусь в положении человека, который не трудится, а его задержат. Те люди, которые трудятся. Я имею в виду, что произошло разделение, так сказать, каких-то функций. Есть функции, которые называются умственным трудом, но труд умственный не есть труд в политико-экономическом смысле слова. Это не есть производство материальных благ. Для того, чтобы кто-то мог заниматься наукой, искусством, литературой, живописью, архитектурой, кто-то должен добывать средства жизни. Потому что для того, чтобы человечество существовало, надо есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой. И вот этот тезис о том, что общественное бытие является определяющим в человеческой истории, это вот самый важный тезис, но уже не просто материализма, а исторического материализма. Определяющим в человеческой истории является материальное производство. В его развитии определяющим, а не исчерпывающим, конечно. Всякое производство воздействует и с другими сферами, и взаимовлияние есть. Но в этом взаимовлиянии таким определяющим является материальное производство. Но это у нас дело будущего. А сейчас мы с вами выяснили, что такое человек. И человек, а сущность человека, если я ставлю такой вопрос, а сущность человека в чем? Ну хорошо, я про человека не буду говорить. Вот у ваша сущность в чем? Ваша сущность. У вас сущность есть? А можете дать определение сущности? Могу я вам, даже могу книжку указать, которая называется «Наука логики» у Гегеля. Там есть том 2 «Учение о сущности». Книга 2 «Учение о сущности». В первом томе «Объективная логика». А сущность – это снятое бытие. Я вам дал определение? Какое бытие? Снятое. С кого? Но ни с кого снятое. Снятие, как вы узнаете из этой же книги, но уже из первой книги «Науки логики», снятие – это отрицание с удержанием. Вот если я что-то отрицаю, вот вас если я отрицаю, это я с вами соединяюсь. Потому что если я вам возражаю, я этим возражениям к вам присоединяюсь. Правильно? Или вы мне возражаете, вы же со мной беседуете. Раз вы мне возразили, вы установили со мной единство. Поэтому во всяком отрицании есть то, что отрицается. А вот это отрицание с удержанием называется снятием. Также даже если вы возьмете такое понятие, как снятое молоко – это молоко? Снятое молоко – это молоко? Оно не с коровы снятое. Это снятое молоко – это молоко, которое отвезли на молочный завод. И с помощью сепаратора, сепарейт – это отделение, отделять. Отделили сливки, а обратно повезли обрат. Вот почему и называется обрат, которым кормили телят. Так вот, вот этот обрат – это снятое молоко. А теперь вы пойдете в магазин, и если вы знаете, что такое снятое молоко, то, наверное, вы поймете, что если написано 2,5%, это какое молоко? Снятое или нет? Ну, конечно, не снятое. Прямо есть коровы, которые дают молока с жирностью 2,5%. У них вместо вот этих таких больших облаков, черных или коричневых, написано 2,5%. И вот с этих коров доят и получают 2,5%. Или есть 3,2%. Вот 3,2% ровно из коровы, которые дают 3,2% жирности. А вообще сколько коров дают? Какое молоко? Какой жирности? Не знаете? Больше 10,5%. Больше 10? Да. Ну, есть, может, какие-то рекордсмены. Ну, по крайней мере, 2,5% – это уж нет таких коров, которые дают 2,5%. Вот у меня, мне в свое время пришлось, так сказать, организовывать обучение в Академии гуманитарного образования. И у меня был товарищ Александров, который работал, он там преподавал. Он, который раньше работал директором Сосновского молочного завода. Он мне рассказывал, когда привозят молоко от разных коров, вот как вы говорите, до 10, может быть, процентов, 5, 7, 4. Ну, как, например, говорят, пейте однопроцентный кефир. Из чего его делают? Из однопроцентного. То есть вот чем раньше телят поили, теперь поят. Тех, кого сагитировали, потреблять это однопроцентное молочко. Но с киши это уже, понятно, снятое. И вот первое, что делают на молочном, все сливают в одно. Кое-какое там было жирность, я не важно. И отправляют на сепаратор. Сепаратор отделяет сливки. И получается вот это снятое молоко, жирность которого один процент. И сливки. Вот можно добавлять теперь. Теперь можно делать разное молоко. На заводах же делают молочный завод. Это не коровы, которые делают молоко. Завод. А что, как его делают? Берут, вот это молоко, снятое, добавляют, пока не получится 2,5%. Бутылки наливают, пишут 2,5%, вам отдают в магазин. На втором пишут 3,2%. А если вы еще внимательно подойдете к чтению этикеток, там написано будет цельное молоко. Видели? Нет такое? Цельное. Что такое цельное? И это не то, что вот 2,5%. И там процент точно никогда не указан, потому что если вот взяли молоко от корозы большой жирностью, ну там может быть от 3 до 4 цельное молоко продают. Ну уж я не знаю, насчет 10 это у рекордсменов. А так может 5, 4, 3. Ну вот цельное молоко в этом режиме, оно не подвергалось. Это не просто натуральное, а цельное. То есть его не подвергали сепарации. Вот такие продаются. Цельное молоко написано отборное. У кого отобрали? У тех, кто хотел сепарировать. Отобрали и не дали сепарировать. Вот это отборное молоко продается в магазинах. Так, мы ушли далеко от нашей проблемы. Так в чем сущность человека? Сущность человека. У вас сущность есть? У вас сущность в том, чтобы вопросы задавать? Или у вас более высокая какая-то сущность? Или более глубокая сущность? Вы так, о себе. Подумайте. В чем ваша сущность-то? Ну вот нельзя сказать про меня. Нельзя сказать, что моя сущность – сходить в пиджаке. Или, как говорят, пикейный жилет. Это сущность его важная. Сущность ваша не в том, что вы надели, да? Ну не в этом. И не в очках. И не в прическе. Но это не сущность. Это же ваше внешнее выражение. То есть, когда говорят о сущности, наверное, имеет не просто внешний вид, а имеет что-то более глубокое. Но если только мозг, ну это вот, по крайней мере, это слабовато еще только мозг, да? Если только сердце, ну сейчас я бы понимать, как органы, которые разгоняют кровь, тоже. Бессердечный человек тоже плохо. Да и таких и нету. Это говорят бессердечные, а так-то вообще-то нету бессердечных людей. Так в чем сущность человека? Кто-нибудь скажет, нет? Вот вы должны сказать, вот вы должны сказать, это ваша миссия. Вы вдумайтесь в то, что вы сказали сначала. Нет, вы не это сначала сказали. Это вы не смотрите, не следите за своим выступлением. А я слежу за вашим выступлением. Вы сказали биосоциальное. Я вам биораскративаю, а социальное существо, вот сущность человека в том, что он социальный. А что такое социальное существо? Социальное, переведите на русский, русский язык. Это иностранный русский язык, социо. Общественность. Сущность человека в том, что он общественный человек, что это общественное существо. Сущность человека в общественных отношениях. Человек вне общества не может стать человеком. Правильно? Если, скажем, ребенок воспитывался в волчьей стадии и до пяти лет там пробыл, его уже человеком делать нельзя. Маули. Вот перейдете эту грань, все. Сущность человека в общественных отношениях. Понятно, что общественные отношения включают и труд, и все остальное. Это что-то более глубокое. Есть поверхность явлений. Это бытие. А вот если вы проникаете через это бытие, снимаете это бытие, снимаете отрицание и углубляетесь. Углубляетесь вы в сущность. Ну, скажем, про человека говорят, вот вы выглядите, а душа у вас какая? Ну, это и есть ваша сущность. Правильно? Душа. По-другому. Когда мы говорим про человека конкретно, да? Про какого-то. У каждого человека есть душа. Что у него в душе? Иногда говорят, черная душа у человека. То есть сущность человека общественная. А поэтому какая-то форма движения материи. Социальная форма человека относится к социальной форме движения материи. Не просто есть биологическая форма, он к ней тоже относится, конечно. Потому что всякий человек есть животное. Но он не всякое животное, а общественное, трудящееся, говорящие и разумное. И вот благодаря этому, ну, первое, что говорится, что он общественное, вот, как он относится к социальной форме движения материи. А почему мы различаем формы? Потому что, как вы понимаете, каждую форму нужно изучать еще и в отдельности. У нас как называется, какая философия курс? Социальная. Что мы изучаем? Что мы изучаем? То есть социальную форму. А? Ну, социальную форму. А сущность человека в чем? Общественная. Значит, что мы изучаем? Человека изучаем. Вы пришли на занятия по человековедению. Как выяснилось. Ну, выяснилось только вот на второй лекции. Сначала выяснилось, что конфликтологи не знают, что такое конфликт. Потом они уже знают. И потом выяснилось, что они не знают, что такое человек. Ну, сейчас они уже знают. А потом они просто внешний вид человека знают. Они знают, что это животное и знают, какое. А они уже знают сущность человека. Это же здорово. Согласитесь. Всего-то за два занятия уже знаем сущность человека в чем. Мало кто знает. Вот когда я вас спрашивал, никто не мог сказать. Это о чем говорит? Если вы будете спрашивать, вам никто не может сказать. Не сможет. Наверное, если мы говорим о конфликтологии, то мы не между кошками разбираем конфликты, да? А между людьми. Или так, я правильно понимаю? Или между собаками драки бывают? Еще какие? Или между людьми и собаками? Или между кошками и собаками? Кошки и собаки, как они дерутся? Или конфликты между микробами? Нет, это мы изучаем. То есть конфликтологи – это люди, которые изучают общественную форму движения материи. Ну вот мы до нее и добрались уже со второго раза, со второй лекции как-то. Стали себя уже лучше чувствовать. Чувствовать, приятно себя чувствовать, когда знаешь, что такое человек. Чувствовать себя человеком. Правда? Принадлежащим к высшей форме. А вдруг бы выяснилось на лекции, что мы к низшей форме движения материи. Да было бы грустно. А выяснилось, что мы с вами принадлежим к высшей форме движения материи. Это в этом есть оправдание, что вы рыбу съели. Потому что вы, когда ее ели, вы отделяли от этого, косточки выбрасывали, то есть все делали. Сосиски ели, которые делают тоже из животных и достаточно развитых. И прочее. Растения мы поглощаем все время. Потому что, а что делать? Мы не можем создавать белки. А преобразовывать из одних белков другие это можем. Из любых белков мы делаем белки уже человеческие. И мозг тоже составлен из белков. Так что. А мысль, она материальная или нет? Нет. А что это такое, мысль тогда? Что, ее нету, может, вообще? Она нематериальна. Может, ее и нету? А что такое мысль? Воздух-то материальный. Это вы что говорите? У нас кислород дадут. Вы его можете потрогать? А? Я все время его трогаю. Хотите, она вас сейчас помашу? Сейчас подойду. Потрогать-то как раз. Даже если вы сильно уже будете так вот, и сразу чувствуете, что вы ее трогаете. А когда ветер на вас дует, это вы можете и трогать вам не надо, то он вас трогает. Как раз вчера ветер был сильный. Так что это с воздухом проблемы нет. А вот сознание, так что такое сознание? Материала нету, что ли? У вас сознание есть? Высокорганизация. Высокорганизация и отрогать себя. Да, вот свойства. Высокорганизованная материя. Свойства. Вот у вас рост есть? Рост есть у вас? Рост. Ну, у вас рост есть какой-то? Ну, вот. Так же и свойства. То есть какие-то, если свойства, рост, вес, сознание, это они не рядом с материей, как другая материя, а это ваша характеристика, ваше свойство, правильно? У вас меньше рост. Вот у него, у соседа, больше рост. А насчет сознания, это вы можете с ним конкурировать совершенно спокойно. Это не зависит от того. Высший человек. Высокий гость. Это ли там великие люди. А это вот, вот Ленин был маленький человек, вроде так, по росту. Не, а где какой большой? Когда эти великие, вообще буквально первое значение, великий – это большой. Великие державы. А чем они великие? Ну, грабят другие державы. Поэтому великий – это большой, большой. А маленькие они никогда не великими державами не будут. Говорят, вот в Швейцарии все тихо. Так это касса, а не страна. Там все деньги держат. Это как кошелек. Кто же в кассу, вы придете и будете скандалить. Никогда там не скандалить. Там спокойно стоят в очереди, деньги получают. Каждый свои. Так, то есть это свойство высокоорганизованной материи. Я вот сейчас вас цитирую, но так с некоторыми добавлениями. Свойство высокоорганизованной материи отражать материю, и в том числе самое себя. Правильно? Человек сам себя. У вас самосознание есть? Вот. Это самосознание. Когда вы сами себя осознаете, что вы – это вы, а не я. и не соседка ваша. Самосознание. А осознание – свойство высокоорганизованной материи, состоящее в том, чтобы отражать мир, в том числе и себя в этом мире. Вот сейчас школьникам ввели такой курс «Окружающий мир». со таким странным названием он меня все время таскать. Даже гоняет в какую-то грусть. Значит, вот весь мир окружает, весь я окруженный, вот ребенок, который изучает, первоклассник – «Окружающий мир». А себя он не будет изучать? Ну, если окружающий мир. Я в окружение попал, этот несчастный первоклассник, попал сразу в окружение. У него еще и войска нету, и окружение нет. А уже в окружении он один, никак ему не выбраться. Мир окружающий его. А сам, а если человек был просто не окружающий мир, а мир. Ну, вот мы-то с вами весь мир изучаем, а не только окружающий. Потому что вы, если есть мир окружающий, то вы тоже к миру относитесь или не относитесь? То есть давайте все, кроме вас, будем изучать. Вас не будем изучать. Вас. Вы вообще из мира исключены. Вот в математике есть такое понятие, как проколутая окрестность. Все точки берутся, кроме вот этой точки. А тут взяли вас не только точки, а вот прямо вот все целиком. Раз. Знаете, как вот где вот есть? И вырезали из этого пространства, и окружающий мир изучают. Это правильно изучение? Ну, как можно изучать мир без того, кого окружают. А если весь мир мы изучаем, просто мир мы изучаем, то мы, конечно, и себя изучаем, и вас мы изучаем, если мы мир изучаем, и меня изучаем. Никого мы не исключаем, если мы изучаем мир. Ну, вот так вот такие громадеи преподают детям, которые далеко находятся от философии. Хотя им, наверное, в философии преподавали когда-нибудь где-нибудь в каких-нибудь учреждениях высшего образования. Вот они придумали такую затею, что все это так, он окружающий, и сразу человек в окружение попал. И сразу он как-то с этим миром, он противостоит этому миру, а не вместо того, чтобы в него входить в этом самом мире. Или человек в мире, и все. Или мир с человеком. Так, ну вот мы уже знаем, значит, что такое социальная форма движения материи, и это высшая форма движения материи. А теперь, что мы можем сказать, что вот все вот эти формы движения, какие мы разобрали, это движение мельчайших частиц, да, микромир, это движение атомов, движение, там, в том числе и электронов, движение молекул, движение тел, составленных из молекул, так, в том числе небесных тел, и обычное движение, когда тело движется, как в физике мы изучали, да, в механике. Туда-то и туда-то с такой-то скоростью или падает вниз со скоростью предмет G, с ускорением G. Вот. И, так сказать, перебирая все эти формы организации материи, мы добрались до высшей общественной формы, до человека, а человек, когда мы берем человек, как человечество, а не как отдельного человека, вот как отдельного, это не его сущность. Его сущность не в том, что он отдельный, а в том, что он часть общества, что его сущность социальная. Вот эти все формы движения материи, они нами рассматривались с точки зрения уровней организации материи. Вот, так сказать, они переходят с один уровень в другой уровень, они взаимосвязаны. А есть еще другой подход, обобщить все вот эти виды материи, все формы организации материи, они двигаются, движутся. И задача состоит в том, чтобы понять, а какие вообще бывают формы движения материи. Какие вообще бывают формы движения материи. Вот задача, которая перед нами встает. И вот эту задачу мы будем решать на следующей лекции. На следующей лекции мы начнем с такой категории, как социальное становление. Социальное становление. Потом мы будем изучать, социальное изменение. Потом мы будем изучать социальное развитие. То есть мы будем изучать вот то, что вы слышали наверняка, такие категории, как становление, изменение, развитие. Но одно дело слышать, а другое дело давать этому точное определение. В порядке подготовки, поскольку вы меня спросили, а что такое сущность, до сущности мы в этом, в рассмотрении этих движений не доходим. когда мы говорим о становлении, изменении развития. Хотя в понятии развития, конечно, мы уже, эта сущность на самом деле включается. Включается, но в неявной такой форме. Вот. А для того, чтобы это понимать и изучать, есть самое лучшее произведение, которое есть по диалектической логике, это произведение Гегеля «Наука логики». Вот берете науку логики и убеждаетесь, что трудно ее изучать. А почему трудно? А потому что все великое трудно. И Маркс писал даже так, что в науку нет широкой столбовой дороги. И поэтому каждый, кто хочет достичь ее сияющих вершин, должен карабкаться по каменистым тропам. И только тот, кто вот преодолеет этот путь, тот и сможет достичь этих сияющих вершин. И только тот может достичь этих сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Это насчет того, что если кто-то начнет читать науку логики Гегеля и скажет, там очень трудно и непонятно, так это наука. А бывает понятно. И это бывает болтовня. И болтологический книг, если вы возьмете библиотеку какую-нибудь, откроете, или наберете там руководство, основная масса книг болтологически на эту тему. А единственное, так сказать, произведение, которое является первоисточником в области диалектической логики, является наука логики Гегеля, которая настолько великое, так сказать, влияние имела, что она перевернула очень многих людей. В частности, вот Маркс и Энгельс в свое время были кем? Идеалистами. Они были младогегельянцами. И они, освоив, изучив диалектику Гегеля, стали диалектиками. Потом они прочитали книгу Фейербаха «Сущность христианства», где Маркс, где Фейербах сказал, что, так сказать, вот истинным пониманием должно быть материалистическое понимание, а вовсе не идеалистическое. Вот Маркс и Энгельс в раз изменили свою позицию на противоположную и из идеалистов стали материалистами. Поэтому, когда говорят, что вот Маркс перевернул диалектику Гегеля, с головы на ноги поставил, это вроде бы и так применительно к самому вот этому учению. А вот применительно к Марксу и Энгельсу они были идеалистами, и пока их чтение Фейербаха не перевернуло их и не поставило с головы на ноги. И с того времени они уже на этих ногах прочно стояли. Но в отличие от Гегеля, который не был материалистом, и в отличие от Фейербаха, который не был диалектиком, они стали, создали диалектический материализм. Диалектический материализм. Для того, чтобы изучать диалектический материализм, надо что делать? Надо сначала изучить науку логики Гегеля, потому что иначе ваш материализм будет не диалектическим, а фейербаховским. Ну а дальнейший ход движения это движение к изучению движения социальной формы материи, то есть человека. А движение человечества есть его история. Поэтому материализм примененный, диалектический материализм, примененный к изучению истории, это уже заслуга и Маркса и Энгельса, дают исторический материализм. И вот исторический материализм позволяет понимать ход движения истории, разбираться в общественных проблемах. Попытки напрямую со стороны Гегеля, предпринимавшиеся разобраться сразу от диалектики, двинуться в сторону социальных вопросов, например, к вопросам права, например, у него есть философия права, никаких положительных результатов не дали. В итоге у него получилось оправдание прусской монархии. И в отличие от науки логики, которая представляет собой стройное произведение, логически выстроенное так, что начало есть не развитый результат, а результат есть развернутое начало, таких произведений почти нет в науке, это большая редкость. Систему науке логики. Эти всякие высказывания Вегеля как по отношению к праву, так по отношению к истории, у них есть лекция по философии истории, и вся эта философия истории свелась к тому, что есть абсолютная идея, которая проявляет себя и в войнах, и в революциях, и так далее, и ничего эта история никак не объясняет научно. Поэтому другой дороги к изучению человеческой жизни, человеческой истории, кроме исторического материализма, нет. Это есть высшая форма развития науки об обществе. Ну, вот это вот то, что заключает нашу сегодняшнюю лекцию, и, предваряется, я передал, и предваряется следующую, я передал старости. Значит, запись программы нашего курса, и экзаменационных вопросов, выяснилось, что будет экзамен у вас, просто расписание пока не стоит, поскольку неизвестно, какая аудитория, какого числа. А в программе это есть. Вот, поэтому, значит, вы можете, вам перешлет, наверное, да, перешлет староста, и вы будете каждый иметь в руках все экзаменационные вопросы и все необходимые этапы программы, чтобы вы вполне сознательно и самостоятельно могли подходить к изучению этого курса. Спасибо за внимание. Всего доброго. У нас был семинар, у нас был семинар, но мы, я думаю, мы постараемся сделать так, что на каждой лекции вы, во всех случаях, когда появляется некоторая заменка, и вам что-то непонятное, то вы можете тут поставить вопрос, и мы можем остановиться и обсудить, чтобы мы не проходили так, что мы проходим, вы не понимаете, а я бегу дальше, это нам не нужно, чтобы мы можем делать такие лекции, семинары постоянно, в любое время по вашему желанию.